оп здорово пацаны и девчули недавно заметил в комментах что не только пацаны там есть теперь не могу теперь так говорить здорово пацаны мало ли чо так что теперь буду говорить здорово ребята так ладно все это фигня поехали короче это второй дубль я только что записывал 30 минут видео и не записался звук вернее он записался короче не с микрофона так что мы делаем ныряем final cut и видим это капец не записался звук это просто жопа вообще все причем что я рассказывал что у меня что-то мне не нравится как записывается звука микрофон теперь будет немного торчать поближе ко мне потому что этот эхо в комнате мне это очень не нравилось в общем видос не записался сейчас буду реально смысле терпешки можно позавидовать сейчас буду второй раз подряд записывать то же самое короче сегодняшнее видео у меня будет про overlay я хотел давненько вам чуть подогнать потому что я смотрю уже какая становится на канале отдача я рад что канал находит своего зрителя и кому то это интересно и кто-то смотрит действительно подчеркивать для себя какие-то новые фишки про монтаж возможно даже что-то про видео какую-то тему когда я рассказываю очень круто меня все это действительно радует спасибо поэтому я хочу сегодня что-нибудь подогнать и сегодняшняя тема будет про overlay overlay это короткие футажи видео до 30 секунд до минуты которые можно использовать видео накинув их верхним слоем на твой футаж и убрать основной цвет из этого видео в данном случае например это черный цвет вот здесь если его убрать то мы видим что все черное и он из этого overlay убирает черные элементы оставляют только белые делается это замена цвета до субстракт либо от либо дарк сейчас прочитаю это объясню как это работает и покажу несколько эффектов на примере трех видео первое то у нас будет небольшой свадебный танец такой свадебный лук приятный второе такое более гранжовый какая-то история олдскульный такой как будто мы смотрим старый телек 3 видос 3 отрывок видео это у нас 8 миллиметровая кинопленка покажу где взять в эффект такой стандартных все это можно сделать на самом деле стандартными эффектами которые есть final cut короче много текста все погнали первое видео я сейчас вот все вот так вот удалю нафиг так первое видео это у меня отрывок свадебного танца я тут летаю на стабилизаторе что-то тут танцуем прекрасная пара прекрасная невеста красивый жених все как положено все очень красивые все довольны для начала мне нужно это видео замедлить чтобы это сделать нажимаем команд р и видим он нам показывает шкалу сейчас в данный момент это видео у нас на стопроцентной скорости видим такую штучку нажав на которую мы можем замедлить убыстрить либо кастомизировать скорость в этом видео перед тем чтобы так сделать если ты не знаешь если например ты монтируешь чужой материал или ты не помнишь в каком фпс то снимал жмешь и здесь вот видео инспекторе нажимаешь на вот эту кнопку а и смотришь его информацию данном случае он снят 4к 50 fps что позволяет нам замедлить видео в два раза без потери качества но если даже у тебя видео вдруг снято в 25 fps но ты все равно хочешь его замедлить final cut может позволить тебе это сделать да посмотрим сперва замедлим в два раза на 50 видишь как все плавно у нас без потери качества все очень красиво смотрится это на широкоугольный объектив смотрится классно но если вдруг я решаю замедлить еще больше например на 50 процентов а скажем на 35 при проигрывании мы видим что появляются какие-то стрёмные дергания нам это не нравится естественно такой кадр никуда не заходит и мы его не используем это происходит из-за того что конкретно сейчас ему не хватает кадров короче ему не хватает кадров и появляются такие вот дергания для того чтобы это избежать final cut предусмотрено автоматическое добавление кадров дублирования нажимаем вот сюда где у нас настройки скорости и здесь видео quality видео качестве выбираем не нормал а оптикал флоу то чтобы нам посмотреть результат выбираем клип нам нужно его прорендерить чтобы прорендерить конкретно этот отрезок кадра нажимаем горячую клавишу control r видим что у нас пошел рендер в левом верхнем углу ждем пока он закончится рендер закончился все окей смотрим что получилось видишь насколько плавно стало насколько медленно стало движение но если приглядеться вот сюда вот вплотную на ее руку то мы видим что появился небольшой смаз вот этот как бы файл к добавил кадров в некоторых моментах такое допустимое если там кути какой-то быстрый шот и это можно использовать если у тебя небольшое движение в кадре это также можно использовать например если снял 25 fps замедлить два раза окей делай так пользуешься знать просто что такое можно сделать что существует такой оптикал флоу дальше что мы делаем нам нужно скопировать этот клип с зажатой клавишей option просто поднимаем вверх передергиваем передернули все подняли его вверх подняли его вверх и клавишей в горячей затем не его убрали сейчас объясню почему к нижнему клипу мы применим эффект он есть стандартных разворачиваем его находится он во вкладке лукс и ножен называется он dream что переводе если не ошибаюсь мечта так все перекинули его видим что у нас видео покрасилась какой-то такое непонятный цвет но мне не очень нравится на сто процентах маут вообще ко всем эффектам я стараюсь этот маут регулировать это его насыщенность насыщенность эффекта данном случае не хочется сделать чуть поменьше поэтому я убавлю где-то примерно на 60 процентов от 60 до 70 норм там дальше поэкспериментируюсь дальше что мы делаем активируем наш верхний клип и к верхнему клипу мы применим эффект blur который находится во вкладке как это ни странно blur вот здесь тоже во вкладке эффектов и нам нужен гаусс чтобы так долго не искать если ты знаешь название эффектов можно нажать просто сюда в пол и просто набрать гаусс вот на сразу выдает гауссом blur перетягиваем его на верхний клип на верхний футаж видим что у нас все в расфокусе становится ничего не видно но нам это на руку я хочу еще больше увеличить расфокус и делаю его до 100 процентов смелее не бойся экспериментировать дальше теперь когда мы сделали на сто процентов гауссом blur нам нужно понизить opacity но не в настройках гауссена а в настройках вот здесь в композинге в opacity уменьшаем opacity и видишь какой получается эффект такой вокруг невесты вокруг жениха становится такой небольшой ореол так смотрим что получилось видишь как все плавно и у нас присутствует вот такой ореол как по мне так это выглядит очень интересно иногда такие эффекты можно применять и причем они делаются очень easy но и еще такой шлейф типа остается от нее очень круто вообще смотри как классно здесь можно поиграться с opacity там дальше разберешься но нам как бы и этого мало сейчас я хочу применить сверху вот этот overlay обратимся к моей папке для монтажа моя секретная папка и здесь у меня есть такой папка анаморфик флэйер сбоке это такой типа контровую 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 замиксовал это такое всякое разное контровое свечение просто перетягиваем его на наш футаж кидаем его сверху ставим скиммер в конец команд б обрезаем его удаляем все он не нужен расширяем его на всю на всю катушку его расширяем и вот здесь во вкладке blend молоткая штука которой нас как раз таки управляют от этими overlay me здесь я бы предпочел нажать от то есть он убрал фон этого overlay оставил только свет видишь какой-то момент он появляется как будто бы нам сверху фонариком подсвечивают еще очень в тему там сзади вот прожектора что у нас дает мотивацию по свету как будто бы на самом деле там нас камера дает вот такой аноморфный блик короче вот такой эффект все на яндекс диск его тебе прикреплю погнали дальше не будем терять время дальше я взял фонарный футаж вот здесь мы с моим дружбаном пытаемся поднять какое-то гигантское дерево на берегу охотского моря у нас естественно ничего не получается потому что дерево во первых очень длинная а мы короткие во вторых она весит нереально много но не в этом сути за этого мы будем делать такой гранжовый лук для этого нам понадобится сделать его немного контрастнее нажимаем сюда в коррекцию да здесь немного приспускаем тени высветляем хайлайтами для того чтобы получился контраст дальше нажимаем эффекты и здесь мне хочется достать такую штуку которая находится во вкладке также color называется она colorize colorist да и она придает нам такой оттенок то есть все хайлайтс у нас красится каким вообще весь кадр у нас подкрашивается каким-то цветом здесь мы можем выбрать два оттенка каким у нас подкраситься данном случае я хочу чтобы у нас подкрасился он вот таким серым а второй каким-нибудь типа желтым вот таким у вас уже становится такой лук под старину все это сделалось только лишь одним вот этим colorize далее хочу на него накинуть какую-нибудь из папки 35 миллиметров фильм грейн это вот такие вот всякие тоже под старину какие-то царапки да какие-то вот такие вот штуковины просто берем накидываем ее сверху на самом деле для чего я сделаю делаю вроде бы все как бы очевидно все понятно есть overlay можно его накинуть я просто хочу с вами заделиться у кого если их нет вот этим вот несколькими видами оверлеев показываю где не применяется дальше накинули сверху здесь в вкладке blend молот убираем его ставим от и вот мы получаем как будто бы все это мы сейчас видим по вхске по старому телевизору какие-то два типа пытаются украсть ходского моря гигантское бревно и утащить его собой домой а и так третий футаж который мне хочется показать и применить к нему overlay это как будто бы у нас под пленку под 8 миллиметровую пленку также все у нас есть final cut и мы сейчас просто в два клика все это сделаем выделяем shot открываем панель эффектов здесь у нас есть такая штука стайл айс вот она вкладочка это наша и здесь есть такой эффект под 8 супер 8 миллиметров да есть там штат с миллиметров 32 миллиметра данном случае у нас 8 миллиметров здесь можно еще немножко добавить лишь он делает такую вот черную виньет очку и делает такой вот приятный такой красноватый маджен то вы что ли лук да как будто бы у нас тоже под старину дальше хочу чтобы здесь оказалось такой кусок как бы кинопленки и меня понадобится также в папке для монтажа в папке фильм даст and scratchers вот такой вот репитер как будто бы с пленкой также переносим вопроса сюда кидаем его поверх нашего футажа команд был здесь обрезаем лишнее удаляем и здесь аналогичным образом во вкладке blend mode наш это overlay наш футаж убираем путем например субстракта да видишь что происходит какой эффект либо просто от он оставляет такие серые вот здесь тени оттеняет его и светлые участки этого урла видно также можно выделить все control r прорендерить как он применился ждем пока закончится рендер суши я не убрал бумагу я тут занимался предметкой у меня вот крафтовая бумага осталась надеюсь она тебя не очень напрягает все render у нас подошел к концу и вот такой у нас получился винтажный лук дальше можно еще более его завинтажить добавить какой-то crop да вот здесь вот так и еще добавить сюда царапки из папки 35 миллиметров также кинуть поверх и в вкладке blend mode нажать от короче вот что получилось получается вот такая штука на самом деле поэкспериментируешь дальше не хочу углубляться как построить там что-то там сделать применяя такие overlay на самом деле ты должен по максимуму свою задействовать фантазию и уже дальше экспериментировать с ними и делать какие-то интересные луки интересные кадры я просто хочу с тобой ими поделиться так сейчас я оставляю по ссылке в описании вот этот репитер если какой-то из этих цветных будет тоже напиши потом я оставлю из 35 миллиметрового грейна здесь каких-нибудь несколько и из папки anamorphic flares тоже какой-нибудь боке все я их тебе не буду закидывать только лишь потому чтобы ты первых не выбирал не думал какая тебе нужна по что слишком много ты будешь больше времени тратить на выбор какого-то футажа я лучше для тебя выберу сейчас отсортирую и прикреплю по ссылке в описании в облаке все скачиваю пожалуйста не стесняйся самом деле за эти все какие-то эффекты я где-то их тоже сращивал за какие-то я платил какие-то я покупал теперь пришло время поделиться с тобой потому что я вижу какой есть на канале отклик это еще раз повторюсь очень приятно спасибо вам поэтому вот пользуйтесь с этими оверлеями делайте всякие разные луки а на сегодня пожалуй все что вторая попытка у меня была записи капец первая не получилось микрофон не работал на сегодня все так что больше монтируй больше снимай где моя крышка от эффектива вот она не panasonic и пока